Старый храм Дорогая Наталья, поздравляю вас с премьерой вашей новой песни «Молитва». Хочу сказать вам то, что эта песня очень многое значит для многих людей в нашей стране. Этими строчками вы задели каждую душу украинца, и не только украинца, а также и других людей из других стран. Хочу вам огромное сказать спасибо за эту прекрасную песню, в которой сказаны не просто какие-то строчки, а смысл, смысл жизни, смысл семьи, смысл самого себя. Хочу сказать вам большое спасибо и еще раз поздравляю вас с премьерой вашей песни. Дорогая Наташа, хочу поздравить вас с премьерой вашей новой песни «Молитва». Как всегда, очень проникновенное и очень сильное ваше исполнение. Песня берет за душу. Мне думается, что те поклонники и почитатели вашего таланта, которые еще не обратили свои взоры к Богу, должны, наверное, поверив вам, прослушав вашу песню, остановиться в своей земной жизни, задуматься над бытием и обратить свои взоры к Господу Богу, нашему Иисусу Христу. Дорогая Наташа, то, что я сейчас говорю, я говорю абсолютно экспромтом, у меня нет каких-то специальных дезиготовок. Но мне хочется сказать, высказать все свои самые лучшие мысли и чувства, которые рождают у меня в душе соприкосновение с вашим творчеством. Я знакома с вашим творчеством буквально всего три месяца. И за эти три месяца я переслушала огромное количество песен. И вот эта последняя песня «Молитва», она также полюбилась мне и затронула мое сердце. Наверное, к этой песне можно отнести четыре строчки первые моего стихотворения, которое я посвятила вам, как моей любимой певице. Они тоже относятся и к этой песне. «Жизнь становится лучше и красше, и в душе расцветает весна, когда слушаешь песни Наташи о любви, Украине, победе и чьей-ли добра». Скажу вам честно, Наташа, я живу в Москве, в России, и вы, конечно же, знаете, что у нас огромное количество исполнителей, певцов и певиц. Но признаюсь вам честно, абсолютно, от всего сердца, что за последние, наверное, лет 15-17 ни один исполнитель так не затрагивал струны моей души, как вы. Да, у нас много хороших исполнителей, но, наверное, одну, две, три песни каждого из них я обычно слушаю. Это какие-то шляги. Есть, конечно, песни, которые задевают за живое. Но то, что у меня происходит при соприкосновении с вашим творчеством, такого у меня не было никогда. То есть это не одна, не две, не три песни. Это все ваши песни. Каждую песню я могу много-много раз переслушивать. Я не пользуюсь машиной, вежу в общественном транспорте. Практически каждый день соприкасаюсь с метро. И признаюсь вам честно, в мой мобильник закачано огромное количество ваших песен. Я, получая огромное удовольствие в дороге, отдыхаю после достаточно напряженного дня, прослушивая их. Я могу слушать все ваши песни. Они мне все очень нравятся. И, может быть, даже если какие-то не очень удачные из них, то, честно вам скажу, приятно просто слушать ваш очень красивый голос, ваш тембор. Мне кажется, ваш голос, он спасет и вытянет любую песню. И хочу пожелать вам удачи. Хочу, чтобы в вашем творчестве все-все-все получалось. Чтобы вы были счастливы и в личном плане, и в творческом. Удачи вам, Наташа. И еще раз большое, огромное-огромное спасибо за песню «Молитва». Это замечательная песня. Дай Бог, у нее будет большая и длинная жизнь. И она полюбит слушателей. С любовью из России. Меня зовут Юлия Михайловна. Я живу в Москве. Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с премьеры песни. Мне очень понравилось. Все было очень душевно. Так задевает душу. И в каждой строчке чувствуется, как ты передаешь свою любовь каждому слушателю. Я желаю тебе, чтобы у тебя было побольше таких песен, творческих успехов. Спасибо за то, что ты делаешь и просвещаешь каждому такие хорошие мысли. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!